Доброе утро! Вы смотрите Утренний Экспресс, и у нас уже в гостях замечательный пёс Мишка и Владлен Бармина, которая как раз помогает заниматься тем, чтобы найти новых хозяев для таких прекрасных животных. Да, Владлена Бармина, волонтёр фонда помощи бездомным животным с подопечным фонда, как сказала Ксюша, Миша в этой студии. Миша, привет! Доброе утро! Доброе утро! Так, ну, давайте знакомиться с Мишкой чуть подробнее. Мишка, видно, что кушает хорошо. Упитанный. Упитанный мальчик, да, спокойный очень. Сколько ему лет? Он спокойный, он, знаете, такой плюшевый, его очень приятно гладить на ощупь. Ему 3-4 года примерно, судя по внешности, по зубам. Вот смотрите, он у нас чипированный, но прибивается к людям. То есть его выпустили по программе отлов-стерилизация-выпуск. Если вы видите на улицах вот таких вот собак, это значит, они достаточно социальные, их не нужно бояться. То есть очень многие люди как бы побаиваются собак. Таких собак бы не выпустили на улицу. Но он настолько хочет быть с людьми. Он хочет быть домашним. Он хочет, чтобы его кормили, поили. И он был с кем-то в доме. Расскажите, как он к вам попал? Он, знаете, как попал? Именно в наш фонд он попал 2 января. Он как раз и прибился в один из подъездов. Его кто-то, видимо, чем-то угостил с новогоднего стола. И он понял, что здесь хочет теперь жить. Да, правда, у него было несварение желудка. И соседи пожаловались, сказали, забирайте собаку. Он тут ругается, что-то там портит. И его забрали. То есть забрали-то его потому, что он на улице не приспособлен жить. Ему нужен человек. Вот прямо сейчас мы как раз и будем искать для Мишки нового хозяина. Если вы видите на телеэкранах этого пушистика, и он вам очень нравится, то что нужно сделать? Потому что это же довольно ответственный шаг. Как принять его, как познакомиться сначала с Мишкой и понять, что вы созданы друг друг от друга? Ну, во-первых, изъявить свое желание по указанному телефону, что хотят забрать именно эту собаку. Приехать познакомиться. У нас собаки находятся по городу на разных передержках. на разных передержках. Приехать, познакомиться. Погулять с ним, пообщаться. Я думаю, что если вы уже... Обниматься. Да, пообниматься, погладить его и принять решение его забрать. Он на самом деле очень ласковый, очень добродушный. Подойдет в любую семью и с животными, и с детьми. То есть он очень контактный, называется собака-компаньон. Но вот у нас очень много же животных приходит к нам в студию, как раз мы с ними знакомимся, и можно сказать уже по первым минутам, что в целом, несмотря на то, что здесь атмосфера совершенно новая, новые запахи, много людей, он чувствует себя довольно спокойно. Абсолютно комфортно, отвернулся только от камеры, нежелание демонстрировать свои глазки. И он, смотрите, он любит полежать. Судя по тому, что он еще такой толстенький, да, он любит полежать. Вот какие-то как раз связанные с весом будут особенности? То есть с ним надо будет очень много гулять и приводить его в такую более спортивную поджарную форму? Я думаю, что нет, наоборот, раз он уже у него такой образ жизни и такая привычка, во-первых, он же кастрированный, кастрированные чаще всего, они не то чтобы неподвижные, он просто более упитанный стал. И спокойный. И спокойный, да. Это опять-таки должно отражаться на его рационе. Да, его смотря как кормить, но я не думаю, что он будет гиперактивной собакой, ему нужны такие прогулки по лесу по несколько часов. Нет, несколько прогулок в день, спокойных, он достаточно легко ведет себя на поводке, то есть не нужны усилия на поводке. Скажите, а с маленькими детьми как? Кажется, кто-то на нем будет кататься. Я думаю, что с маленькими детьми он должен подружиться вообще хорошо. Я вот прям вижу какого-нибудь ребенка, который на него едет. Мишка, я думаю, что его будут все во дворе гладить, все пытаться с ним познакомиться. Расскажите, пожалуйста, что в планах у вашего центра, у волонтеров на предстоящий год? Смотрите, у нас в июне, у нас каждое лето в конце, точнее, каждый месяц, в конце месяца происходит сбор макулатуры и сбор кормов. В последнюю пятницу месяца сбор макулатуры около Динамо, метро Динамо, в последнюю субботу около театра эстрады сбор кормов. Нет, с началом макулатуры будет, получается, 29 июня примерно. Нужно смотреть график. У нас есть такие группы, фонд помощи бездомным животным, есть группы «Сдал макулатуру», «Спас собаку». Есть же там еще принимается помощь всевозможная, то есть если, например, машиной можно помочь, да, как раз отвезти, кормами, кто-то ошейники может принести или миски, лежа. У нас отдельно такой день тоже существует, когда просто привозят какую-то помощь, то есть не макулатуру, а помощь, любую, какую вы хотите. Деньги, корма, миски, лежанки, постельное белье. Ну, я вам могу сказать, сейчас лето, хорошая погода, у нас существуют прогулки. Прогулки в юго-западном районе и в горном щите. Это как раз помогает немножечко животных социализировать, чтобы они вышли из вольеров и, ну, новую среду какую-то изучили и с человеком продолжали учиться. Да, они привыкают к людям, они потом очень доброжелательно относятся к людям. Ну, и опять же, люди могут познакомиться с какой-то собакой, которую они хотят потом забрать. Не скучают они потом, не привыкают? Нет, нет, у них, знаете, они привыкли к достаточно большому количеству людей. Они привыкают к тоже каким-то условиям. Я не могу сказать, что они скучают, но, естественно, им хочется быть домашними. В целом, исчерпывающе. Миш, ну, ты, конечно, молчаливый нас сегодня собеседник, но, тем не менее, такой замечательный, пушистый. Мне кажется, у тебя сейчас, Саша, собака появится. Заикарился, вообще, возле меня. Владлена, вам огромное спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли с таким замечательным, пушистым. Да и вообще за вашу всю работу. Порадовали нас сегодня. Надеемся, что, может быть, среди наших телезрителей есть потенциальный хозяин для этого чуда. Спасибо вам огромное.